Всем привет! С вами снова Алексей Гладхов и это канал Мобильный Разработчик. Сегодня мы приступим к изучению одной очень важной и интересной темы, которая очень важна именно в контексте мобильной разработки, а также, как правило, важна в контексте разработки серверных решений. И в этом особенность мобильной разработки, что вам нужно не только упор делать на внешние виды, но и знать какие-то сложные программистские вещи, какие-то именно с точки зрения архитектуры и решений каких-то. Мы поговорим о паттернах проектирования. Паттерны проектирования – это такая штука, которая помогает разрабатывать приложения в команде, во-первых. Во-вторых, делать это быстро, удобно и, более того, потом сопровождать это тоже удобно, потому что написано оно не просто так, вот как-то открыт листочек, да, и понеслась, а с помощью специальных, скажем, хитростей и приемчиков, которые используют разработчики мобильных приложений. Паттернов проектирования достаточно много. Они, в принципе, все разделены на типы поведенческие, порождающие, ну и так далее. Там еще будет много других типов паттернов проектирования. Сегодня мы… такое небольшое введение, да, и будет еще, наверное, сразу же видео про первый паттерн проектирования, который, кстати, стал антипаттерном, который называется Singleton. Для чего они, в принципе, вообще нужны? Ну, во-первых, если вы просто пишете код в одном файле, да, то у вас через некоторое время вы сталкиваетесь с тем, что, ну, файл разрастается до каких-то неимоверных масштабов. Почему это плохо? Я уже это объяснял в одном из видео. Ну, повторюсь еще раз. Плохо это потому, что если вы работаете командой, исправление в таком файле, а, ну, по сути, все исправления будут именно в этом файле, да, потому что он один и огромный, приводит к огромной головной боли, когда вы мерчите между собой ветки, да, то есть один внес какие-то изменения параллельно, другой внес какие-то изменения, и все это вместе приводит к конфликту, который надо решать. То есть первый и, наверное, основной плюс каких-то паттернов проектирования в том, что это позволяет наладить командную разработку, позволяет наладить некий поток разработки, то есть как вот сборочная линия на конвейере, да. Второй плюс – очень многие технические решения давно уже изобретены, даже есть такое выражение – не изобретайте велосипед заново, да, и это не просто так они изобретены, а потому что, в принципе, программисты сталкиваются практически с одними и теми же проблемами, да, которые им приходится решать. То есть все сервисы, которые пишутся, они, если их упростить, ну, вот мобильные именно, да, приложения, они сводятся к тому, что пойди на сервер, забери какие-то данные, отобрази их в приложении, закэшируй там, ну и так далее. И эти паттерны, они помогают структурировать код, понимать, ну, где что находится, что, кстати, тоже полезно с точки зрения командной разработки. И самое главное – они ускоряют написание. То есть если у вас все подвержено паттернам, то когда приходит новый проект или вы приходите в новый проект, вы не тратите время на изучение, а что же у вас тут понаписано, какой у вас тут интересный одноколесный велосипед был изобретен, вы сразу знаете, где что находится, как это все работает, и вы видите, а, ну, это же строитель, да, или там. Здесь инверсия контроля используется. Вот. Ну, и как бы сразу приступаете к работе, да, то есть некая унификация происходит. И, кстати, вот помимо того, что это все к команде относится, это относится к вам же, когда вы открываете ваш проект спустя, там, годик-другой. Вы на самом деле становитесь, по сути, тем же новым членом команды, который пришел на свой проект, написанный год назад, и вы уже ничего не помните, ничего вообще. То есть и комментарии, на самом деле, не сильно-то помогают. Помогают только сесть и заново погрузиться в проект. И вот здесь паттерны проектирования они очень-очень выручают. Плюс ко всему, что еще помогает сделать паттерны проектирования. Еще паттерны проектирования помогают уменьшить связанность кода, но некоторые из них, да, то есть и избавиться от, ну, скажем так, некрасивости написания кода. То есть если говорить про Java, то это однозначно Callback Hell, к которому вы можете свалиться, если вы пишете без каких-либо, скажем так, паттернов, да, без каких-либо фишечек, то есть вот просто напрямую вызываете там, ну, элементарно у вас надо вам там скомпозитить там 3-4 запроса, да, и получить совместный результат. И вы начинаете один, потом другой, потом там третий, потом четвертый, да, и вот у вас там Callback, 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 Callback и так далее. И вот, ну, или там, например, вам нужно какое-то сохранить какие-то данные, да, общие для всего проекта, и вы начинаете там изобретать тоже велосипед. То есть красивость кода однозначно повышается, та же библиотека Dagger очень сильно изменяет вид проекта. Теперь, ну, естественно, как у любого явления, у этого явления есть и минус. И минус достаточно, скажем так, ну, такой не очень серьезный, это то, что вам приходится зачастую писать так называемый boilerplate code, да, то есть вы пишете, там, я не знаю, ну, вам нужно создать отдельные файлы, да, да, что-то где-то удлинить, когда у вас в одном файле все просто, вы просто берете и пишете, да, не заморачиваясь ни на какие моменты. Тут вам надо бы создавать какие-то дополнительные файлы, да, это лишнее, это, ну, немножко, немножечко, именно немножечко напрягает, но, опять же, можно настроить шаблоны, да, можно, ну, опять же, когда знаешь, что писать, то есть когда у тебя все разложено по полочкам в голове, это не занимает много времени, печатают все, как правило, очень быстро. Вся задержка происходит именно в голове. И второй минус, который, на мой взгляд, не минус самих паттернов проектирования, а минус людей, которые могут довести все до абсурда, да, даже хорошую идею можно довести до абсурда. И, в общем-то, они это делают, да, они начинают не подстраивать паттерны проектирования под свой проект, потому что это всего лишь инструмент, и надо это понимать, не более чем инструмент. Они начинают подстраивать проект под паттерны проектирования, и понеслось, давайте вот мы здесь запилим, ну, я не знаю, там, инверсию, зависимый, да, или фасад какой-нибудь там, вот сделаем так, ну, оно не лезет, ну, вот тут, извините, вам там нужно одну, не знаю, там, файлик, который возвращает одно значение, одна функция, и там 99%, что никаких там новых функций, скорее всего, не появится в ближайшее время. Нет, человек городит там полноценную какую-нибудь фабрику, там. Зачем? Ну, то есть, преждевременная оптимизация, да, корень всех зол, как всем известно. Вот, не надо этого делать. Ну, такие люди тоже находятся. Или вот, например, почему по синглтон, да, паттерн, он же одиночка, стал со временем антипаттерном, то есть, некоторые люди натурально делали на них вот просто весь проект, вот просто один весь проект, один большой там синглтон, и куча синглтонов, которые со временем там, ну, проект становился сильно связанным. И это приводило к проблемам. Самые известные библиотеки, которые используют, ну, реализуют, ну, какие-то вот конкретные, да, паттерны, ну, паттерны проектирования. Ну, в первую очередь, наверное, на ум приходит Dagger. Dagger – это очень известная библиотека инъекций зависимости, которая реализует паттерн проектирования под названием инверсия контроля. Об этом паттерне, естественно, будет отдельное видео, там оно, кстати, будет, наверное, с Dagger'ом совмещено, чтобы показать, как это в Dagger'е работает. Потом RxJava или там ReactiveX, да, реализовывают очень известный тоже паттерн, который называется наблюдатель. Из таких вот известных библиотек, вот, которые прям из проектов в проект тянутся, наверное, вот можно вспомнить еще Picasso, который реализует строитель, да, ну, и вообще, в принципе, все визуальные библиотеки, Glide, Picasso, они все реализуют паттерн строитель, потому что там есть масса параметров загрузки видео, которые надо там включать или не включать, да, и, ну, в зависимости от этого, собственно, и формируется вот итоговый класс. Ну, и есть вот еще одна такая не очень известная ListConfig, который я где-то в GitHub'е у кого-то стянул, я уж не помню, там тоже строитель, и, о боже, как это удобно, когда вы RecycleView, то есть ваш списочек, да, формируете с помощью строителя. На iOS, естественно, все те же самые паттерны, они все работают, то есть паттерны – это некий такой надязыковой, да, надязыковой тип, то есть это способ организации вашего кода, не более чем. И, естественно, ну, вы вольно организовывать код так, как вам нравится, но почему бы, если, ну, как бы, если человек придумал хорошие какие-то решения, да, для организации кода, устоявшиеся уже, которые действительно отлично работают, почему бы ими не воспользоваться? И даже тот же Singleton, да, злосчастный, про который будет следующее видео, он, ну, является антипаттерном только потому, что были люди, которые им злоупотребляли, да, и сейчас он не вписывается вот в модную парадигму клин-архитектуры, потому что обеспечивает сильную связанность проекта. Но, тем не менее, для каких-то задач вполне можно использовать и Singleton. Тот же Dagger, да, у него есть аннотация Singleton, которую можно, в принципе, прилепить к любому классу. Если у вас класс там дергает какие-то запросы, да, зачем вам создавать 7, 8, 9, 10 копий этого класса, вам достаточно одного. Тем более, если он там живет, пока живет ваш проект, да. Ну вот, про паттерны проектирования, в принципе, все. И дальше пойдут, ну, это такое небольшое введение, да, дальше пойдут видео, которые будут уже непосредственно раскрывать каждый из них. То есть там будет говориться, вот этот вот паттерн называется так, он принадлежит вот к такому-то виду. И вот мы, ну, и я буду показывать на конкретном проекте, неважно, на Android или на iOS, там, в зависимости от удобства, да, как он реализуется, то есть, ну, и будем там обсуждать плюсы и минусы. Поэтому не переключайтесь, вернее, переключайтесь, но на следующее видео, которое рассказывает про паттерн одиночка.